МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! У эфира программа новинный день на телеканале Беларусь-Чатыры. У студии працуем Маргарита Шибукова. Глядите в выпуску. 13-й Гомельский экономический форум стал самым проставнейшим за всю историю его проведения. В Гомель проехали больше 600 простонников бизнеса и органов улады. В Гомельскую область на 5-м всебелорусском народном сходе проставили 350 человек. На этот день прошли сходы уполноваженных по выложению делегатов. Работники физической культуры и спорта ознашли профессийное свято. Про достигнение и перспективы Гомельщины спортивной – наше актуальное интервью. 13-й Гомельский экономический форум – весна у Гомеля и молодежный шемпионат молоти и предпринимательства. Этот день оказался велими насыщенным на паде, які мают самое непосредное дошенение доэкономики. Олег Сентюров с подробязностями. За 13 годов Гомельский экономический форум прошел шлях от невеликого регионального мероприемства до головного делового сходу по днюго у сходной в области Беларуси, сегодня не только открывая новые максимумы для инвесторов, а и позволяя интегрировать Гомельщину в сусветную экономику. Италия работает на бывшем постсоветском пространстве, на европейском регионе, в различных государствах. Но мы, говорит, видим с учетом последних событий, что здесь возможностей и ресурсов считаем гораздо больше. Уденники 13-го экономического форума констатують, инвест-климат у Беларуси полепшается. Заразумело, законодавство ящик не идеальное, але идея постоянная работа по его удосконаливаниям. Сегодня перед Беларусью стоит задача ввести у топ-30 краин наибольше сприятных для ведения бизнесу. В инвесторе Гомельского экономического форума свечить, что мы на правильном шляху. Мы хотим эти условия, чтобы они были как можно прозрачнее, проще, мотивированнее. И, безусловно, стараемся вносить изменения в наше законодательство. И вот, в частности, с 1 января 2017 года у нас снесены определенные моменты, связанные с тем, что у нас новое законодательство по свободным экономическим зонам. И мы предоставляем резидентам этих свободных экономических зон дополнительные льготы. Все это у дельника форума пропоновали больше 150 инвестор-проектов. При этом организаторы подкресливают, якось этих проектов постоянно повышается, что в свою чергу дозволяя выкористовывать инвестиции больше эффективно, открывать новые вытворцы и створать просованные места. До речи, зараз на территории Гомельской области просуются больше 300 предприемцев за межным капиталом. И такая лечба за пошли 5 годов у экономики региона притягнута свыше 5 миллиардов долларов. После 13-го экономичного форума этой лечбы повеличится, бодай головная падея на пленарном посаджении, подписание протоколов об организации 11 инвестор-проектов, огольный кошт плануемых инвестиций – 300 миллионов долларов. Это самый высокий показатель или результат, который мы имеем на протяжении 13 лет. И приятно отметить еще раз, что с каждым годом количество и сумма растет. Поэтому мы видим, что этот форум приносит реальные дивиденды для развития экономики Гомельской области. Особливая увага на экономичном форуме надается работе секции. Менавида тут есть максимум с деталевого обмеркования всех проектов, которые пропонуют регионы, а прочатого, подчас таких встреч, можно дать оценку двух и шмат боковым относинам, а так само вызначить накерунки дальнейшего супрацовництва. Так, званая ВИП-секция – это плясовка, где сустракаются в первую очередь представники органов улады и дипломаты. Тут не обмерковываются некие конкретные проекции, размова о стратегичных накерунках с супрацовництвом. Реальные контакты помеж людьми – это так само одна задач Гомельского экономичного форума. Шмат кто с керувников замежных регионов и дип-миссий приехал у Гомеля еще до початка экономичного форума. Его проведение стало подставой для больше деталевых ознайомлений социально-экономичной ситуации в регионе. По слову, у дельников сустреча у кожного есть свои планы, какие и они мают намер реализовывать на территории Гомельской области. Як подкреслив один из дипломатов, от сябровства мы идем до супрацовництва, а от супрацовництва снова до сябровства, а ли уже на больш высокем узровне. Поглубление односинов будут саденничать и подписаны подчас сустреча документы. С Черниговской области Украины Гомельшина подписала план суместных мероприемствов. С сирийской провинцией Хомс наш регион будет теперь связывать протокол на меру супрацовництвы. А прича огольной сустреча Баки так само провели перемога по поглублению супрацовництва в экономичной сфере. У приватности у першиню за пошли 10 годов Гомель наведал министр промысловости Чехии. Гэтый визит повинен дать штуршок до активизации двух боковых односинов. Каждое время принесут какие-то новые, открывают новые окошко, которые можно просто использовать. Поэтому этот визит точно, я думаю, что поможет в этом сотрудничестве и наладит опять сотрудничество, наладит какие-то новые планы. Сирот мероприемств, запланованных для удейников экономичного форума, наведывание 17-й международной выставы «Весна у Гомеля». Это знаёмство потенциальных партнёров с гомельской продукцией. Головная задача выставы – продать. И не просто у межих крытого катка, где сё литаян разместился, а в международном масштабе. Подприемства, которые поставили тут свою продукцию, об этом доброведуюсь. К тому каждый год колькость удейников повеличивается. Вот этот раз уже большой масштаб, чем в прошлом году. И товар будет уже качественный и эффективный. В рамках 13-го экономичного форума у Гомеля прошёл так само 8-й международный чемпионат молодости и предприемательства. Его удейниками стали около 150 студентов с Белоруссии, России и Украины. Программа молодости и предприемательства, действующая с 2003 года. За этот час ее удейниками стали около 40 вышедших на вычайных установки с Белоруссии, России и Украины. Сегодня у Гомеля приехали 19 команд. По великим рахунку, Международный чемпионат молодости и предприемательства – это плясовка, на которой энергичная, амбициозная и креативная молодость презентует свои распрацовки для студентов, это махчимость найти место прасы, демонстрацию своих махчимостей и пошук инвесторов для реализации проектов. Для предприемательства – ознайомление с интересными для бизнеса идеями и потенциалом будущих работников. Приватный бизнес в последние годы оказывает все больше значимый влияние на гульную ситуацию в экономике, а тому и увага до его повышенная. Есть очень удачные примеры, когда вот эти участники чемпионата перешли в бизнес и уже реально занимаются своим делом. Для нас это очень важно, потому что цель – роль бизнеса и доля в внутреннем продукте, доля в уплате налогов в бюджет, конечно, бизнеса малого растет. Я могу привести цифру. Вот за прошлый год доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса составила в нашей области 23%. Это очень хороший показатель. Гомельскую область на пятом Усебелорусским народным сходе проставить 350 человек. Проставництво города Гомеля – 90 человек. На этом тыдне прошли сходы уполноваженных по вылучшению делегатов. Проставники органов улады и предприемства у дейши науки и культуры, работники сферы охоты здоровья и специалисты наушальных установ. На Усебелорусский народный сход вылучшаются делегаты от всех сфер народных господарки. Такое проставництво отлумавшись необходностью обмеркования вельми широкого кола пытанев. И, прежде всего, необходимо подвести выники развития краины за прошлые пять годов и вызначить планы на новый термин. За минулую пятигодку в Беларуси створены неодренные подморок для дальнейшего развития. Непосредственно у Гомеля в этой перее это означалося становшая динамика работы промыслового комплекса. Выраблена продукция больше, как на 140 триллионов рублей. Экспорт появился на 85% и досягнул 12 миллиардов долларов. Разом с тем есть проблемы, которые не выращаются протяглый час. Одну из них в послании белорусскому народу и национальному сходу огушил президент краины. Необходно навести парадок в медицине и, прежде всего, сделать больше эффективную работу поликлиник. Сегодня для этого есть все махшимости. За счет электронного рецепта, за счет электронной карты амбулаторного больного, ну и за счет, теперь же, информационные системы настолько развитые, что и по скайпу можно получить какую-то консультацию от врача. Не сидеть в очереди в поликлинике. В историческом масштабе пять годов невеликое мгнение, але и за такий час можно узмацнить краину те разбуры те. Рашине пятого у Сибелорусского народного сходу вызначит курс социально-экономичного развития державы на ближайшую пятигодку. Какими яны будут, залежит от каждого делегата. От того, насколько взвешенно будут приниматься решения на собрании, зависит напрямую, зависит во многом, и то, какими темпами, как будет развиваться наша страна и по каким направлениям. 2016-й юбилейный год для Белорусского фонда «Миру». Это доброшинное громадское объединение, которое динящее для реализации актуальных миротворческих и гуманитарных задач. С на годы 55-ти годы организацию в Минску прошел буйный форум. В дело им приняла и делегация Гомельской области. В ее складе школьники, студенты, ветераны войны и працы, представники органов УЛАД и других громадских организаций. Под обязанностей у Юлии Борисовец. Белорусский фонд «Миру» – одно из наибольшоутеритетных громадских объединений, которое ведают и поважают во всем свете. В зале Белорусской державной филармонии – представники органов выканавшей и законодавшей улады, члены правления, старшины и активисты областных организаций, духовенства. Все яны выказывают слова подяги у адрес миротворческих активов Белоруссии. На его рахунку – шмат добрых справ. Объединение мкнется умоцовывать мир и сгоду помеж людьми. Особливое место – займая работа, накерованная на усталявание связей с краинами-суседями – Россией и Украиной. Программы мероприемства у фонду увасабляют идеи милосерности и гуманизму. Накерованы на патрымку молодей – патриотичное выхование. Фонд «Миру» удельничает у реконструкции помников, место у похований воинов, реализуя экологичные проекты и доброчинные акции. Большую поддержку фонд «Мира областной» оказывает единственную на постсоветском пространстве, расположенном в нашем районе, мемориалу детям жертвам войны в населенном пункте Красный берег. Мне хотелось бы пожелать всем миротворцам здоровья, добра, счастья на благо нашей любимой Беларуси. Усяго на мероприемстве присутничало коля 700 человек з усих областей замежа. Это показчик массовости, действенного авторитету, как внутри краины, так и за ее межами. От гумельской делегации на республиканской сцене узнагородили пять представников. Узнагородный знак «Заслуженный миротворец» отрымали активисты областного отделения. У этот святочный день усим без выключения представникам миротворчого руху адрасовали теплые слова и песни зорки беларуской эстрады. Выступления творчих коллективов Минавито-Гумельской области склали переважную колькость урачистой программы. Дитяша юнацкий ансамбль народного эстрадного танца и песни «Палеская зорочка» с Мазыра и артист «Злельчиц» Дмитрий Шуканов надолго зародили публику теплыми эмоциями. На планете Земля и не хватает таких общественных объединений, как Беларусский фонд мира и таких хороших, важных, прекрасных миротворческих мероприятий. Гумельское деление фонду «Миру» можно назвать лепшим Украине. Дякуючи массовой потребции миротворческого руху жихарами в области, прационными коллективами, органами выканавчей улады, поспехово реализуются основные проекты и акции Беларусского фонду «Миру». Международная марш-акция «Шляхами спаленных вёсок», масштабные акции «Дорогое слово мама», «Дитям мира», «Мы славим человека мирной працы», «Елка мира» и иншая, протягуют своё иснование минавито с подачи Гомельского активу. Гомельское отделение Беларусского фонда «Мира» всегда отличалось инициативой при проведении различных мероприятий. И особая значимость заключается в том, что эта общественная организация опирается на молодёжь, на учащихся школ, учреждения профессионально-технического образования, высшее учебное заведение, и это абсолютно правильно. Мир – это будущее, будущее нашей молодёжи. Мир – это радость, это детство. И поэтому сегодня те мероприятия, которые проводятся не только в Республике Беларусь на областном уровне, но и далеко за пределами, говорят о пользе этой организации и результатах работы. Советский фонд «Миру» был заснованый 27-го красавика 1961 года. Подмурок заклали лидеры. Теперь час начинать новую сторонку деяностей Беларусского фонду, которую уже створает молодь. Юлия Борисовец, Валерий Хапанько, Телерадио компания «Гомель». А напереды не стали вядомые переможцы 12-го национального телевизионного конкурса «Телевершиня». Церемония урушения премии проходила у столичным Палаца Республики. Коллектив Телерадио компания «Гомель» так само трапил лик переможцев. Про эту и иншую подею культурного життя региона наступный материал. Все лето 12-й национальный телевизионный конкурс «Телевершиня» проводился по 25 номинациях. Четыре из них – региональные. Жюри, в склад якого у выходили вядомые режиссеры, сценаристы, актеры, журналисты, вызначили по три финалисты у каждой из них. Коллектив Телерадио компании «Гомель» так само трапил у лик узнагородженных. По номинации «Лепший ведущий регионального телебачения» перемогу отримал наш коллега Дмитрий Дянисов. Зараз он заявляется наместником директора «Руперта Ц» телерадио компания «Гомель». У сферы телебачения и радио працуют с 1999 года. Дмитрий Дянисов – автор ведущий телепрограмм «Гомельской областной студии». Наибольшевядомые из них – телекрыша, диалог, эконом, упагонезы истории, справы фамильные. На рахунку коллектива телерадио компании «Гомель» еще две узнагороды – 12-го национального телевизийного конкурсу «Телевершиня». Третье место у номинации «Лепший проект регионального телебачения» заняла программа «Справы фамильные». Гэта телепроект присвечена знакомитым семьям, звучными для белорусской истории прозвищами, семьям, які створали буйные монополии и рабили саправды шмат для развития айчинной промысловости. Так само у нас гоноровое третье место у номинации «Лепшая информационная программа регионального телебачения». Программа «Новины» телерадио компании «Гомель», в выпуске, якой вы что дня бачите на своих экранах, знайомец глядашел с житем региону во всех его аспектах. Программа «Новины» расповедает про наибольшезначные падеи, які отбываются в экономичной, социальной, культурной и спортивной сферах «Гомельщины». «Можно сказать, что телевершина – это оценка коллективного труда нас, телевизионщиков, за определенный период. И здесь, конечно же, приятно, что мы достигаем определенных высот. Но это нас подталкивает идти дальше и покорять новые вершины. Это не первая награда для Гомеля, и мы надеемся, не последняя». Провести фантастичную ночь у музея запросил аматора у таемниц и пригод Палац Румянцевых и Паскевича. Миновито-фантастику селета тут обрали головной темой для што-годовой акции «Ночь музеев». У специально створенных экспозициях удельники мероприемства смогли доведаться, як посебровать с домовым, вырытываться от лешага и застаться живым после встречи с русалкой. Так само в программе наведывание специального покоя по Межмираме и Чарона-галабиринту, балькветок и светловое шоу. Гомельская филармония Одразу два юбилея в одном концерте. Именно в этом чином Гомельская филармония вырышилась девить своих глядачоу. Десяти годы продюсерского центра «Артбиз» и 75-ти годы галонного песняра Белоруссии Владимира Мулявина отзначали на сцене Гомельского областного драматичного театра. Во весь голос такую назву отримала новая концертная программа. Гоноровым гостям импрыза стал песняр першого состава ВИА песняры Леонид Барткевич. Творчество Мулявина, творчество песняров, как уже все говорят, что это классика. И очень прекрасно, что наша молодежь, молодые детки начинают петь вот эти песни, потому что это было в принципе и начиналось для пропаганды белорусской народной песни и вообще белорусских поэтов, потому что у нас наша родина прекрасная, мы самые, по данным ученых даже, историков, самые славянские, самые чистые. Продюсерский центр «Артбиз» выгадал шмат популярных артистов, які супрацовничают зим и сёння. Это саправды островок творчества, який сбирают под своим дахом молодых и тренавитых. На сегодняшний день, за последние два года, это более 50 дипломов лауреатов на один только продюсерский центр, я считаю, что это достаточное количество. Сотни людей отгукнулися на заклик об допомозе двугодовому Мацвею Курбека. У хлопчика тяжкая природженная урологичная патология. На операцию потребуется велизарная сумма, собрать якую самостоянно батьки неусилах. К обдопомощиму гэтам белорусские артисты дали у Гомельским городским центром культуры доброчинный концерт. На сцену вышли удельники ведомых белорусских и замежных телепроектов, проставники модельной сферы и многие иншие. Каждый раз, когда каким-то образом я слышу о том, что проходит благотворительный вечер, я всегда только за выступление, неважно в каком городе. Приехали сегодня из Минска и для нас совершенно неважно, в каком бы городе такое мероприятие проходило. Мы всегда рады приложить как-то руку к мероприятию, к сотворению какого-то добра, поэтому я считаю, что все должно получиться. Уси гэтые люди в гэтый вечер выступали бесплатно. Гроши от продажи квитков на керованный надбраченный рахунок. До речи, у сего за некольких годин удалось собрать амаль тысячу евро. Операция отбудется 6 вересня гэтого года. Напереде еще некольких месяцев. А гэты значит, у дитяте есть усе шансы стать здоровым. Да помогши ему можете и вы, перелишивши гроши на рахунок, який зараз бажите на своих экранах. Я не ожидала, что можно встретить вообще таких, настолько таких людей, которые готовы так помогать. Хочу выразить большую благодарность всем, кто распечатывал, всем, кто помогал со всеми благотворительными концертами, акциями. Хочется именно каждого благодарить. Вероника Ворошилина, Ольга Коновалова, телерадоя компания «Гомель». 21 мая работники физической культуры и спорта Беларуси ознашили свое профессийное свято. Про досягнение и перспективы гомельского региона в этой сфере в актуальном интервью рассказал первый наместник начальника управления спорта и туризма гомельского облого конкама Эдуард Бабкин. Здравствуйте, Эдуард Викторович. Здравствуйте, Аня. Эдуард Викторович, расскажите, пожалуйста, сколько людей сегодня в Гомельской области работает в сфере физической культуры и спорта? Иными словами, сколько жителей региона отметили 21 мая, свой профессиональный праздник? Порядка 4,5 тысячи. Каждый вносит свою лепту в работу отрасли. И определенный результат он виден, конечно, наяву. Гомельская область уже на протяжении десятка лет занимает второе место в республике по всем показателям спортивным после города Минска. А скажите, пожалуйста, насколько активно сегодня жители нашего региона приобщаются, да, вот с одной стороны, к занятиям физкультуры, спортом, и с другой стороны, какие для этого созданы условия? Приобщаются, приобщаются к физической культуре. Выезжает очень много людей на велосипеды. Больше возможностей в этом плане у Минчан. Есть и велодорожки, очень много у них. У нас пока этот вопрос как бы только на подъеме. Ну, я думаю, мы с этим справимся. Область располагает для массового спорта 1695 спортивными объектами. Это по официальным статистическим данным. Конечно, сооружений много. Ну, а те, которые непосредственно готовят спортсменов, у нас их в области порядка 80. И одно училище Олимпийского резерва. Эдуард Викторович, если говорить о спортивных школах, как они сегодня укомплектованы и, скажем, материально, и тренерским персоналом, ну и, конечно же, учащимися? В общем, отрасль обеспечена кадрами, обеспечена инвентарем, привлекаем спонсорские средства, привлекаем федерации, чувствуется их поддержка постоянная. Пока укомплектованность есть спортивных школ, занимается порядка 35 тысяч учащихся. Ну, популяризируем, стараемся приобщать детей всякими акциями, спортивными мероприятиями. Вот недавно, в прошлом, мы провели хороший легкоатлетический пробег, посвященный 30-летию Чернобыльской катастрофы. Порядка полутора тысяч учащихся там и спортсменов было приобщено. Также в велопробеге непосредственно участвовали 800 тысяч весенний велопробег, открытие велосезона. Эдуард Викторович, ну, вот если говорить о профессиональных спортсменах в наших гомельских, каковы их успехи сегодня на мировой арене? Гомельская область всегда поставляла в национальную сбору наибольшее количество спортсменов. И такие виды, как гребли на байдарках кануа, для нас это традиционный, наверное, какой-то определенным брендом стал этот вид спорта. Всегда впереди Роман Петрушенко, Литвичук и девочки у нас всегда на подъеме. В общем, если говорить о спортсменах в Гомельской области, мы надеемся, что наше участие в Олимпийских играх будет не последнее. На сегодняшний день у нас 43 кандидата на Олимпийские игры, 20 лицензий у нас официально завоеваны Гомельской областью. Это порядка 22-23% от общего вклада в республику. Ну, а сколько медалей прогнозировать на Олимпийские игры, я бы не хотел этого делать. У нас всегда прогноз дела неблагодарный, пусть оно останется в нашей надежде, что она все-таки будет наивысший результат, показан нашими спортсменами. Василий Кириенко, молодец, стал чемпионом мира и он также завоевал лицензию. И у нас еще, надеемся, что ребята завоюют по легкой атлетике, вот надеемся, что Кравченко Андрей получит свою лицензию. Он к этому готов, он на это настроен. Эдуард Викторович, ну а какой ваш любимый вид спорта? По возможности тренируюсь в волейбол, а так вот в выходной день, либо после работы, если позволяет время, для меня в летний период. Лыжи-роллеры это стабильно, ролики стабильно, велосипедная прогулка в выходной день стабильно. В Минске я вот настолько увлекся этим, посмотрел, я думал, что молодежь у нас, ну там пьет все, пиво пьет или еще что-то там курит, но сколько их на велосипедах. Семья молодая, там мама, папа и ребенок ездят, просто там, я вам говорю, вот смотришь на наш народ и завидуешь, особенно вот минчанам. Если у нас это сделают, не надо никого загонять ни на какие спортивные стадионы. Их просто вот можно сделать доступно это, и люди сами потянутся, купят те же велосипеды, купят ролики. И та тема, которая раньше всегда была в Советском Союзе от массовой физкультуры к спорту, я думаю, она должна сейчас красной нитью проходить. Эдуард Викторович, огромное вам спасибо, что вы нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо вам, Аня, что нашли возможность побывать у нас. И я хотел бы поздравить всех, кто имеет отношение к спорту, отношение к данному профессиональному празднику. Все-таки с какой-то верой в будущее обязательно жить и стремиться к прекрасному. Вот так. Спасибо. Чемпионат света по сушастным Пятиборге стартует 22 мая в Москве. В столицу России отправятся представники Гомельской области. Наш регион в национальной сборной представят Катярына Орол, Ирина Просенцова и Миколай Гаяновский. Об инших спортивных подеях ближайших 7 дней расскажет Максим Псавин. У Гродно с 26 по 29 мая отбудется традиционный юниорский международный турнир по боксе памяти героя Советского Союза Виктора Усова. У делу с поборнствах примысь два выхованца Гомельского областного центра Олимпийского резерва у одиноборства. У Дмитри Балькова и Алексей Дашкевич. У этой же дни у лельчицах мацнейших будут выявлять юнаки. У райцентра отбудется открытый областный турнир «Полессе-2016». У первой лизе футбольного чемпионата Беларуси 28 и 29 мая отбудутся матч и 7 тура. Светлогорский химик у субботу на выезде сгуляется столичной зоркой БДУ. В неделе Гомель Чигун Транс будет примать ашмяны, а футбольный клуб Гомель отправится в гости до Слонима. Максим Савин, телерадоакомпания «Гомель». И на этом поколе сёуза развитём падзей сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин